Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Анастасия Пиктач, и я, как всегда, рада вас приветствовать на канале Турецкий Язык с Нуля. Сегодняшнее наше видео будет не учебное, оно будет посвящено моему третьему учебнику, учебнику турецкого языка, уровню B2C1. Хочу рассказать об этой книге, и если вам будет интересно, вы сможете ее себе приобрести. Итак, на данном этапе я дописываю упражнение к последним темам и составляю контрольный тест. Так что, по сути, книга выйдет очень скоро, думаю, что в течение трех-четырех недель она уже будет в доступе. Если вы захотите ее приобрести, то оставляю ссылочки под видео, соответственно, на мою группу ВКонтакте, на мою группу в Телеграм, там можно сделать заявки и связаться со мной для того, чтобы приобрести учебник. Так, давайте посмотрим. Первая книга, которая у меня вышла, это был учебник, который соответствовал уровню А1-А2. Уровень это был углубленный, и за ним последовала следующая часть, это учебник, уровень B1-B2. Он планировался как одна книжка, но тут все пошло по принципу Хьюстона с проблемой, потому что, когда я стала ее писать, оказалось, что объем у книги слишком большой, потому что я выбрала способ изложения не какими-то грамматическими отдельными темами, а большими тематическими блоками. И из-за этого книжка оказалась очень объемной, и поместить все темы, которые я планировала в нее в одну, не получилось физически. Тогда я запланировала сделать вторую книгу, уровень B1-B2, часть 2, но опять же все пошло не по плану, потому что снова многие темы, входящие в блоки, они уже относились к уровню С. И тогда я подумала, что стоит написать книгу, которая будет называться уровень B2-C1, то есть в третьем учебнике уже полностью разбирается уровень С1+. Многие, когда видят заголовок B2-C1, считают, что эта книжка слишком высокого уровня, и они до нее пока не дошли, но я хочу сказать, что этот учебник пригодится даже тем уже на данном этапе, кто находится на завершении уровня А2-B1. К чему? Потому что некоторые темы, которые туда попали за счет вот этой блочности, они по большому счету могут изучаться на любом уровне. То есть, например, такая тема, как дата в турецком языке, находится в третьей книге, и мы понимаем, что все секреты обращения с днями недели, месяцами, числами, годами и так далее, они нужны уже на более ранних этапах. Есть в моей книжке параграф с подробным описанием наших загадочных знаков припинания в турецком языке. Эта тема, опять же, вызывает много вопросов всегда, и уже на уровне B1 она будет полезна и интересна. Также рассказывается в учебнике об аффиксе дыр, место для него точно найдется даже в уровне А2. Дело в том, что этот аффикс имеет много различных значений в разных сочетаниях, и какая-то часть относится к высокому уровню, а какая-то к среднему. И поэтому вот он попал в книжку уже продвинутую, однако можно этой темой пользоваться и на уровне А2-B1. В книге есть устойчивые сочетания, выражения на все случаи жизни, которые я даю в очень большом объеме. Опять же, это не зависит ни от какого уровня, такие вещи можно учить сразу. Есть в книге очень большой объемный параграф о републикации имен. Эта тема вообще не имеет уровня, по сути, ее можно изучать с самого начала, опять-таки. Книжку поделить на какие-то вот такие четкие уровни сложновато. Есть огромный блок в моем учебнике, который состоит из 16 параграфов. Он посвящен модальным частицам, послелогам турецкого языка. И некоторые из пунктов этой темы, опять же, могут изучаться уже в уровне А2-B1. Объем учебника получился огромный просто. И полагаю, что сейчас на финише я получу около 400 страниц. Думаю, что книгу я сделаю в двух экземплярах. Смотрите, желающие смогут приобрести ее как два в одном. То есть все темы вместе, вот эту очень большую книгу. И те, кто захочет, сможет приобрести книгу дешевле, без блока о модальных частицах. То есть вот эти 16 параграфов туда входить не будут. Что я хочу сказать без лишней скромности? Что я переработала, пересмотрела огромное количество турецких учебников, учебников на русском языке, материалов различных сайтов, каналов и так далее. И я могу заверить вас, что такого материала, который собран по послелогам, модальным частицам и союзам, его нет нигде. Я это делала впервые, мне кажется, вот за всю историю. Это очень полезный и нужный материал, который поможет систематизировать для вас огромный мир красивого турецкого языка. Поэтому данную часть, конечно, я тоже очень сильно рекомендую. Потому что владение, понимание, как работают послелоги частицы и союзы в турецком языке, поможет вам переводить с русского языка на турецкий все ваши мысли интересно, красиво, грамотно и аутентично. Слишком много несоответствий есть в этих словах между русским и турецким. И очень много синонимов, которые на первый взгляд являются одним и тем же. А на самом деле в наших языках дают разные значения и используются в различных ситуациях. Это не указывается обычно ни в словарях нормально, ни в учебниках. Какие, например, там будут частицы союзы и послелоги? Но там сумасшедший ряд. Это «хакинда, или, гиби, ичин, кадар», «соясинда», «доуру», «гёре», «карши», «кадар», «рамен», «сонра», «önче», «башка», «бери», «долай», «яне», «охальде», «озаман», «ойса», «айрыца», «хальбуки», «мадемки», «демекки», «етерки», «озеликли», «белхасса», «озетли», «кысача», «охальде», «acaba». И еще очень-очень много таких слов. Как их использовать, какое они дают значение, как они помогают нам построить красивое и интересное предложение, вы сможете узнать, когда проработаете эту часть учебника. Ну и, естественно, в учебнике, как всегда, очень большое количество примеров. В этот раз в три раза больше упражнений и правильных ответов к этим упражнениям. Очень много заданий на перевод. В общем, думаю, учебник будет полезен для всех. Кто хочет подробно ознакомиться с его содержанием, к этому ролику я прикладываю продолжение. Вы можете посмотреть в презентации, какие темы в учебнике поднимаются. Ну, а на этом на сегодня все. Пока-пока. Пишите, если вас книга заинтересовала. Итак, друзья, можете ознакомиться с содержанием третьего учебника, уровень B2C1. Что там будет? Введение, само собой. Там я рассказываю, как работать с книгой. Далее. Блок турецких союзов на основе эквивалентов их значения в русском языке. Как я уже говорила, это очень большой блок союзов союзных частиц. Что мы здесь имеем? Соединительные союзы, разделительные союзы, противительные союзы, а также пояснительные и градационные. Все в скобочках расшифровки есть. Все это вы видите. Далее. Третий урок. Изъяснительные союзы. Четвертый. Союзы времени. Пятый. Союзы причины и условия. Шестой урок. Это союзы уступки. Урок номер 7. Союзы цели. Блок модальных частиц дальше начинается. И мы переходим к уроку 8. Модальные частицы. Часть 1. Туда вошли. Беле, хатта, ойса, даха, ильк, артык, мадем, сонучта и так далее. Далее. Урок 9. Модельные частицы. Часть 2. Устелик, бельки, галиба, херхальде. Херхальде в раздельном написании. Бари, ойлесе, кисакасы, ацикасы, меяр, гуя и санки. Третий. Часть модельных частиц урок 10. Узеликли, бельхасса, özетли, кисака, охальде. Акаба, затен, герчи, херне кадар. Четвертый. Часть модельных частиц. Адета, нередейсе, аз калды, аз калсин. Хемен, хемен, аща, икаре. Урок 12. Модельные частицы часть 5. Беледжи, нитеким, дилемки, илля, иллеке. Тринадцатый урок модельные частицы часть 6. Это парные частицы. Герек, герек. Базы, базы. Кими, кими. Ха, ха, кях, кях. Урок 14. Модельные частицы часть 7. Устелик, асланда, санки, беля, кушкусус, хатта. Урок 15. Модельные частицы часть 8. Герчи, яни, охальде, озаман, ойса, айрыджа, хальбуки, мадемки, демекки, и терки. Урок 16. Модельные частицы часть 9. Анджак, ялны, сады, джи, тек, и сырв. Семнадцатый урок начинается после логи в турецком языке. На этом большой блок, который посвящен модельным частицам, после логам, союзам, заканчивается. Также хочу уточнить, что в каждом из перечисленных параграфов это очень-очень большой объем. На несколько союзов русского языка мы находим 5-6 иногда синонимов или же близких друг к другу частиц в турецком языке. Поэтому это очень-очень объемные параграфы с большим количеством страниц. Далее у нас идет урок 18. И мы соединяем после логи с глаголами. Это комбинация усеченного инфинитива и после логов. Видим тут все варианты, пожалуйста. Урок 19. Форма массы мюмкюн. Туда же вошли еще 6 дополнительных значений. Такие как такие формы со словами оласлык, например, имкян и так далее. Урок 20. Это устойчивые конструкции с формой ды и аджаы. Ды, по сути, это послелоги те самые, которые работают уже не с усеченным инфинитивом, а с формой ды. Урок 21 посвящен косвенному вопросу. 22. Это перевод прямой речи в косвенную. Проблема долженствования, желательного наклонения, косвенного вопроса. Как вот эти все сложные вещи перевести из прямой речи в косвенную. Далее. Урок 23. Это многофункциональная частица дие. Важнейшая тоже частичка в турецком языке. Урок 24. Форма макта. Мы знакомимся здесь с заменителем формы на йор. Урок 25. Это блок долженствования. То есть, когда мы что-то должны или вынуждены. Мак шарт. Мак мечбуре тенде. Мак зорунда. Калмак. Мее мечбур. Мак зорунда. Разбираем опять-таки все особенности, чем они друг от друга отличаются. Урок 26. Долженствование в определении. Отдельная большая тема. 27. Урок формы мак и чин и мак и зере. 28. Урок. Это формулы быстроты и длительности. Сюда мы добавили такие депричастия, как максызын, и вермек, и бдурмак, а калмак, а дурмак, а гельмек. Мы уже разбирали большой блок депричастий во втором учебнике. Это вот дополнит всю нашу красоту сюда. Урок 29. Форма мак танца. Мак ерине. Аджана. Аджаы. Аджак ерде. Урок 30. Форма. Инджия кададж. Анакадар. Инджия дек ве дейин. Урок 31. Это причастно-притяжательная конструкция. Републикация имен, категория и виды. Урок 32. Это тоже огромная, большая часть и тема. Частичная републикация прилагательных. 33. Урок 34. Причастные формы. Асы, эси, джа, 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 сина, джа, сине, асы, джа. Урок 35. Знакомимся с цифрами, арифметическими действиями в турецком языке. То есть разбираемся с цифрами с точки зрения математики. Урок 36. Урок 36. Говорим о датах в турецком языке. Все, что посвящено дням недели, плоскостям времени, числам, датам, протяженностям во времени. 37. Урок. Это даты в турецком языке. Такие как месяцы. Совмещение даты и дня недели, месяца, года и сочетание месяцев и годов. Урок 38. Даты в турецком языке. Это уже время, годы и столетия, а также эры. Урок 39. Говорим о знаках припинания в турецком языке. 40. Устойчивые словосочетания фразы и выражения в турецком языке. И на этом мы выходим на финишную прямую. Тест и проверочный текст. В целом, книга все-таки пишет, мы пишем, что это B2, C1. По большому счету, C2, если была какая-то там грамматика, то она тоже вся оказалась в этом учебнике. Потому что уровень C2, это уже владение на уровне носителя с высшим образованием. Там, по большому счету, всегда идет основная работа. Это с лексикой, конечно, расширение лексического запаса, синонимы и прочее. То есть, по сути, грамматика на уровне C1 у нас в турецком языке и заканчивается. Поэтому все, что вам понадобится в жизни для изучения турецкого языка, есть в моих трех книжках. На этом я с вами прощаюсь на сегодня. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok